Всем привет, бродяги! С вами я, Сталкер Баннерщик. Это Сталкер Онлайн на ЭКБ сервере. Сегодня будет небольшой обзор на такой ствол, как Гроза 4. Я выскажу свое мнение об этом стволе и сравню его с валом, так как в последнее время я бегал именно с валом. Но я его продал и купил себе Грозу. Итак, давайте по порядку. Продал я вал, голый, новый вал с одним магазином за 42 миллиона. И за эти же деньги купил Грозу. Понятное дело, она без оптики, с глушителем и с одним магазином. Вот примерно так она выглядит. Давайте откроем модификацию и посмотрим, что у нас тут есть. Гроза 4 именно под патрон 9.19. Глушитель для Грозы, который снимается. Снимается, одевается. Ну и магазин на 20 патронов. В принципе, больше ничего тут особо и не ставится. Да, если честно, для Грозы тут больше ничего и не нужно. Есть еще муфта для Грозы. Но для чего она нужна, пока непонятно. Глушитель ставится без этой муфты. А может быть в дальнейшем она нужна будет для того, чтобы поставить какой-либо другой глушитель. Но пока имеем то, что имеем. И давайте откроем полковника. Да, Гроза не продается в донатном магазине, в отличие от Вала и ВСС. Она продается только у полковника за очки репутации. Ну и, конечно же, за деньги. Итак, Гроза 4. Доступна при 6000 очков. И очки торговли снимают 1500. При покупке стоит на данный момент она 16,5 миллионов у полковника. Плюс глушитель 500 тысяч, 6000 очков нужно, чтобы купить его. И снимается 1500. Ну и плюс магазин за 25 тысяч. Доступна при 2250 и снимается 250 очков торговли. И плюс вот муфта за 8000. Для чего она нужна, непонятно. Но также доступна при 6000. И очки торговли 1500 снимаются при покупке. Может быть в дальнейшем нужна будет, может быть нет. Но она продается. И, в принципе, на данный момент ее можно не покупать. А вот примерно такие цены у полковника. Примерно столько репутации нужно и снимается. По поводу того, купить ли ее на доске можно или нет. На данный момент наличия нет. И появляется она не так уж и часто. Иногда появляются магазины. Но магазин на доске стоит 210-200 тысяч. По сравнению с тем же сами магазины на вал сейчас стоят. Ну, понятное дело, это ЕКБ сервер. Они стоят около 400 тысяч на доске. Ну и, в принципе, сам вал, он так и стоит где-то 42, 43, 44 тысячи на ЕКБ сервере. То есть, в принципе, по цене, если, допустим, продавать вал и покупать грозу, будет то же на то же. Но у вас же будут магазины, вы, скорее всего, и будете продавать. То есть, магазины вы продадите дороже. Соответственно, за один магазин вала вы сможете купить два магазина на грозу. Но, опять же, их очень мало. На данный момент я скупил все, что было на доске. И, в итоге, прикупил себе только вот 9 магазинов. Но, в донатном магазине можно купить ящик. Вот так он выглядит. Ящик 9.39. Давайте откроем. Стоит он 49 рублей. Один ящик я прикупил два. Оттуда можно выбить или один. То есть, от одного до пяти магазинов. Как видите, один ты по-любому выбьешь. Ну, а там, если повезет, ты можешь выбить и пять. А может и два, может быть и три. Тут уже как повезет. Я купил два ящика, чтобы посмотреть, насколько круто мое везение. Ну, и пару магазинов у меня точно еще будет. Решил уж потратиться, раз я делаю обзор на этот ствол. Итак, напоминаю, гроза 4 под 9.39 патрон. Я так думаю, это будет идеальным вариантом для тех, кто уже вдоволь набегался с тем же самым валом, с винтарем. И хочет себе что-то новенькое. Но патрон, патрон мощный, хочется оставить и патрон себе такой же. Поэтому в данном случае вот именно гроза 4 идеальный вариант. И чуть позже я расскажу, почему. Мне вот кажется, что все-таки гроза 4 на данный момент намного лучше вала и в СС. То есть, это даже не замена, не альтернатива, а то есть вариант намного лучше, чем вал или в СС. Но опять же, повторюсь, это лично мое мнение. Я бегал и с валом, побегал некоторое время с грозой, поэтому делюсь чисто своим мнением. Мое мнение может не совпадать с вашим. Кто-то скажет, что нет, это не так. Но я вот думаю, что это именно так. Ну что же, мы посмотрели цены у полковника, сколько они стоят. Понятное дело, накопить такое количество репутации сложно. Придется какие-то стволы продавать за личную репу. По привычке говорю личной репы, нет, сейчас это очки торговли. Но в любом случае, прикупить ее можно. Можно у сталкеров поспрашивать, может быть кто-то и продает. У нас много народу в группировке начали покупать именно грозу. И все советовали, говорили, ну реальная штука, вещь, прям лучше вала, т.д. и т.п. Я вот не удержался, подумал, почему бы и нет. Вал по большому счету я брал именно из-за патрона. Так как все-таки, если сравнивать калаш и с валом, то вал будет лучше. Поэтому я и взял вал. Ну а тут есть вариант попробовать, допустим, грозу 4 под такой же патрон. Поэтому я решил продать вал. И в итоге за 42 ляма купил себе грозу. Сейчас мы пойдем в поля, так сказать, в аномальную зону. Постреляем мутантов. Если повезет, постреляем сталкеров. Понятное дело, врагов. И я вам расскажу уже о плюсах. Этого ствола. Ну как я думаю. И о минусах. Ну опять же, как я думаю. Погнали. Конечно, пойдем на мутантов. Ну а по дороге, может быть, кого-нибудь и встретим. Что самый большой плюс? Все, кто бегал с валом, с ВСС. Ну давайте я не буду говорить вал-ВСС. Буду говорить вал, но буду иметь и ВСС тоже. Так как они, в принципе, стволы одинаковые. Что вал, что ВСС. Я именно буду сравнивать с валом, потому что я долгое время бегал с валом. Итак, отдачи у грозы нет. По факту, да, ее нет. То есть, если у вала, даже когда ты уже долго с ним побегал, уже привык корректировать эту отдачу. По факту, ее там тоже не было. Но у грозы ее реально нет. Ну вот нет ее и все. Бьет в точку. Понятное дело, у меня прокачаны 4 гирьки, но это естественно. Но и на вале у меня было прокачано 4 гирьки. Но там отдача немножко была. Здесь же отдачи нету. В точку он бьет на средних дистанциях намного лучше, чем вал. Давайте мы попробуем найти какого-нибудь мутанта. Не обязательно там злобного, не злобного. Ну просто какую-нибудь живность. Попробуем по точке пострелять. Хотя, пойдем сразу. Наверное, на студне там мутантов много. Мы их и постреляем. Так вот, в точку бьет очень хорошо. Намного лучше, чем вала. На средних, на ближних дистанциях отлично. Плюс, что мне еще понравилось, это скорострельность. У грозы скорострельность 700. У того же самого вот калаша, который на мне, 74, у нее 600. А у вала скорострельность 900 выстрелов в минуту. Это, соответственно, бывали такие ситуации, когда много пули уходило в пустоту. Большая скорострельность. Магазин на 20 патронов у вала. Быстро кончаются патроны. Здесь же, в грозе, тут другая фишка. Патроны кончаются не так быстро. Все-таки скорострельность 700 всего лишь. И, соответственно, больше патронов у вас уходит туда, куда нужно, а не в пустоту. И это большой плюс. Если после убийства, допустим, с вала, по большому счету, после каждого убийства приходилось перезаряжать магазин, так как в нем оставалось, ну, может быть, 5, ну, 6 патронов. А здесь же может остаться и 12 патронов, и 14. Так что вот именно гроза мне зашла тем, что у нее такой же патрон мощный, как у вала, но скорострельность поменьше. И за счет этого магазины на 20 патронов почти не ощущаются. Да, конечно. Минус в том, что магазин 20 патронов и все. Других не будет. У вала есть патроны, вернее, магазины на 20, которые сейчас распространены. И есть магазины на 30, которые тоже есть у сталкеров, но они слишком дорогие, поэтому мало у кого не есть. В принципе, да, если сравнить магазин на 20 патронов на грозу и на 30 патронов на вал, тогда будет одинаково. А вот если сравнить магазины 20 на 20, то нет. Все-таки в грозе больше остается патронов, если вот зажимать и стрелять, чем в вале. Потому что больше все-таки попадает именно в цель, а не уходит в пустоту. Вот этим мне гроза зашла. Конечно, еще большой плюс в том, что на дальних дистанциях с вала, у меня была кобра, приходилось по людям, когда стреляешь, все-таки брать выше человека. Здесь дальняк, она очень хорошо стреляет. Можно прям по цели стрелять в голову, и все пули туда и будут лететь. Тоже ощутимая разница. Я вот думал почему-то, что если не будет оптики, то вдали будет очень плохо стрелять, неудобно. Но нет, такое ощущение, что пули как-то мощнее, что летят именно с грозы. То есть примерно на одинаковых расстояниях с вала пули бывали не долетали. С грозы долетают на раз. Я на дальняк стрелял прям очень хорошо. Ну, теперь, конечно, стоит поговорить, я думаю, о минусах. Кому-то может не понравиться то, что на грозе нет оптики, и вот такой целик. Такая вот планка для стрельбы неудобна, может быть, первое время. Но, если честно, я какое-то время побегал уже, буквально один день, и более-менее привык уже. И плюс, конечно, в том, что не нужно тратиться на оптику. Если, к примеру, у вас ПСО на вале стоит. Ну да, ПСО стоит недорого. Здесь у нас на ЭКБ он около миллиона. А вот если у вас стоял, допустим, Кобра, то это уже 6 миллионов. 6-7 миллионов. Ощутимая разница, да? На грозу оптику ставить не нужно. Ну, она просто и не поставится. Да и не нужна она здесь, как я уже говорил. Реально вдаль попасть по сталкеру. Вот что с вала с оптикой, что с грозой без оптики. Вот одинаково. Плюс, как я уже говорил, нет отдачи. Сейчас мы добежим до столбов, которые вдалеке. И постреляем по столбам. На них и видны пули. Стреляет прям все вот в одну точку идет. Ну, а, конечно, на дальних дистанциях в точку уже не будет прям лететь. Но вот средней и ближней дистанции отдачи нет совершенно. Я всегда говорю, что здесь привычка есть, хоть она не отображается визуально. И какое-то время нужно побегать с новым стволом, чтобы набить привычку, чтобы было меньше отдачи, чтобы пули летели все точно в одну точку. Но здесь вот я побегал всего лишь день, но пострелял, конечно, нормально. Но знаете, прям вообще небо и земля по сравнению с валом. Давайте вот на таком расстоянии встанем и постреляем. Тут должны быть видны дырки от пуль. Сейчас зажмем и стрельнем. Ну вот, смотрите, почти отдачи нет. И все летит в одну точку. И то я сейчас не сдерживал отдачу. То есть, когда стреляешь с вала, немножко корректируешь рукой. Ну, со временем привыкаешь. Все, кто с валом бегают, поймут меня, о чем я. Здесь же, в принципе, это не нужно делать. Ну да, приближения нет. Конечно, все-таки оптики нет, соответственно, приближения нет. Как ты видишь так по точке, так ты и будешь видеть так. В этом, да, конечно, минус. Но, знаете, не особо значительный минус. Не особо. Мне кажется, все-таки плюсов у грозы именно 4. Ну, мы ее, в принципе, и обсуждаем. Больше, чем минусов по сравнению с тем же самым валом. Это, конечно, лично мое мнение. Вот, лично мое ощущение. Может быть, кто-то с ними не согласится. Но, мне кажется, вот на данный момент, тем сталкерам, которые хотят попробовать что-то новенькое после вала и ВСС, это прям идеальный вариант. А, в принципе, по большому счету, других таких бюджетных вариантов на данный момент нет. Ну, тут, конечно, есть и вихри. Но там они реально в единице. В единичном количестве. Поэтому гораздо проще купить. И дешевле, конечно же. Ну, по факту, вал продали, купили грозу. Найти бы сталкеров пострелять, показалось ли вам. Я тренировался на ПК в бойцах. Тут некоторые попадались с одним бойцом. Мы даже пострелялись. Не буду говорить о ник, но привет тебе. Потестили, как, конечно, ствол. Ему понравилось. Прямо, говорит, вещь. Ну, я его убивал в разы. Чаще, чем в предыдущие разы, когда я, допустим, с тем же самым валом бегал. Плюс, что я еще заметил. Не знаю, может быть, это просто мне показалось. Но вот именно криты пролетают намного чаще с грозы, чем с валом не прилетали. И вот такие, знаете, криты хорошие. По 250, по 240. С вала тоже такой бывало, но не так уж часто. Давайте разделаем панцирную верлёку. Хоть мы и делаем обзор на стволы, но мимо панцирной верлёки проходить не будем. Вот. Нормально получили. Сейчас я хочу сбегать поближе к Респу. Ну, конечно, может быть, получится врага найти, пострелять. Ну, если нет, то нет. В принципе, я уже натыстил. Конечно, в таком глобальном большом бою я не проверял еще грозу. Но то, что я потестил, мне, в принципе, хватило. Теперь мой выбор – это гроза. Компактный, такой удобный ствол. Кстати, есть большой плюс в том, что ствол короткий. Когда стреляешься на ближних дистанциях, все прекрасно знают, что когда оружие упирается в человека, ну или там, допустим, куда-то в дерево, то есть оно подымается, нельзя стрелять. И за счет того, что ствол короткий, можно ближе к нему подойти. По сравнению с тем же самым FN-фалом, да? Ну, или с тем же самым валом. Все-таки ствол подлиннее будет у него. Сейчас я хочу еще открыть ящики, посмотреть, сколько выпадет магазинов. Ну, вот, в принципе, такой вот небольшой мини-обзорчик. Он, в принципе, да, основан на моих личных впечатлениях. Но мне зашло. Зашло после вала. Я долго бегал с валом. И, знаете, я, честно, не пожалел, что продал валы и купил себе вот именно грозу. Грозу. Хорошая пушка. Сталкер-баннерщик рекомендует. Ну и смотрится она прикольно так. Компактная такая, черная. Не, ну, может быть, кому-то, конечно, и не зайдет внешний вид. Он немножко нелепо с ним бегает. Персонаж, когда держится за него двумя руками. Ну, это дело вкуса. Итак, мы на месте. Давайте теперь откроем ящики А939 и посмотрим, насколько я удачлив использовать. Добавлен предмет. Магазин для гроза. Три штуки. О, отлично. Давайте мы вот так сделаем, а то мы не видим, что добавляется. Да, вот, добавлены три штуки. Ух ты, блин, прикольно. Я думал, вообще не повезет. Ну-ка, еще один использовать. Добавлен предмет. Магазин для гроза. Три штуки. Да, три штуки. Итого. Два ящика, шесть магазинов. Ну, знаете, я думал, будет хуже. Ну, выпадет один-два. То есть, может выпасть от одного до пяти. Мне выпало такое средненькое число. Три. То есть, за сто рублей я получил шесть магазинов. Магазины стоят по двести. То есть, миллион двести. Ну, да, примерно по деньгам так же и выходит. Если покупать их за серебро. Но могло выпасть правильно и пять. Я просто решил, раз уж делаем обзор, то прикупим ящики, чисто так посмотреть. Ну, вот, скорее всего, с ящиков они на доске время от времени появляются. Кто-то покупает, открывает, продает потом. Ну, вот. Теперь у меня уже, так, сколько? Восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, шесть, 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 шесть. О, шесть магазинов. Уже более-менее комфортно повоевать. Ну, что. Я не думаю, что в это раннее время мы найдем каких-нибудь злобных ПКшников, чтобы на них потестить. Но я так думаю, мы еще не раз постреляем их. Я в любом случае запишу видео. Посмотрите, как стреляет в ближнем бою, в среднем, на дальняк. Очень даже хорошо. Давайте мы сейчас зарядим еще один магазин и проверим дальность. Сбегаем. Тут по-любому есть собачки, паучки. Мы проверим, как издалека стрелять именно с грозы. Ну, вот, допустим, собачка. Ну, вот такое расстояние, да, допустим. Давайте дальше отойдем. Вот, на таком расстоянии, в принципе, уже стреляют с оптикой. То есть комфортно, да. Давайте посмотрим, сможем ли мы попасть. О, одна пулька, все, я собаку убил. То есть, смотрите, на таком расстоянии, если ты видишь персонажа или мутанта, то оптика не нужна на грозу. С одной пульки я убил. И то, я бегу не так уж и долго с этим стволом. Не привык еще. Без оптики, поэтому, конечно, могу с первого раза не попадать. Но день, два, три, четыре неделю и ты будешь чувствовать себя, как рыба в воде с этим стволом. Своеобразно немножко, да, конечно. Но что-то в этом есть. Давайте сбегаем еще. А вот, кстати, вдалеке собака, смотрите. Ну вот, попал. Не с первого раза, но попал. То есть, по большому счету, если там стоял бы какой-нибудь сталкер, я вполне мог его убить. Тем более, как я говорил уже про криты, очень часто выпадают хорошие криты. Да, конечно, у меня прокачано. К примеру, бой тяжелые, винтовки, ружья. У меня тут все криты прокачано. Но у меня и до этого были криты прокачаны, когда я бегал с валом. Но таких хороших критов не вылетало. Они вылетали, да, было написано, что критический урон, но они там по 50, по 60. Здесь же, вот именно по сталкерам, я как отстрелял, криты вылетают намного... Намного чаще. И намного вот такие прям мощные криты вылетают. Не знаю, может быть, мне это показалось, но будем тестить. На этом, в принципе, все. Наш сегодняшний обзор, такой вот небольшой обзор грозы закончен. Показал, где ее можно купить. Примерную цену назвал, за сколько ее можно купить. Я думаю, если народ массово начнет покупать, конечно, грозу, ствол-то действительно хороший, то цена 45 будет для нее приемлема. Ну, почти как вал в свое время. А сейчас он, конечно, чуть подешевле, так как валов много, а грозы мало. Но зато магазины, как вы видели, в принципе, более-менее дешевые. И можно с ящиков их выбить. Ну, или у полковника купить. Как-то так. Ну, вот, меня мутанты сожрали. На этом, на сегодняшний обзор наш закончим. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok